Здравствуйте, это Голос Америки. В США поздний вечер, в Европе раннее утро. Меня зовут Ксения Туркова. Расскажу вам о том, что вы могли пропустить, пока спали. Главным событием вечера четверга в США стало обращение президента Джо Байдена к нациям. В своей речи, которая была заявлена как ответ на атаку Хамас на Израиль и агрессию России против Украины, президент США заявил, что в пятницу направит запрос в Конгресс о выделении дополнительной помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов и помощи Израилю в объеме 10 миллиардов долларов. Американский президент назвал события, которые сейчас переживает мир, поворотным моментом. Решения, которые мы сейчас примем, определят нашу жизнь на десятилетия, подчеркнул Джо Байден. Он напомнил, что только что вернулся из поездки в Израиль, где общался не только с политиками, но и с простыми израильтянами, которые пережили ужас атаки 7 сентября. Байден назвал Хамас злом в чистом виде. Хамас и Путин – это разные угрозы, сказал президент США, но у них есть нечто общее. Они хотят уничтожить демократию и свободу. Байден подчеркнул, что Хамас не представляет палестинский народ, а использует его в качестве живого щита. Сами же палестинцы имеют право на достоинство и самоопределение. И действия террористов, по словам Джо Байдена, не должны их этого лишить. Одним из главных мотивов его речи стала важность поддержки Израиля и Украины для самих американцев. Президент США подчеркнул, если не заставить диктаторов платить за преступления, за них будет платить весь мир. «Если мы предоставим Украину самой себе, все агрессоры по всему миру почувствуют, что у них развязаны руки. И особенно на Ближнем Востоке. Иран поддерживает Россию и поддерживает Хамас. Мы должны продолжить привлекать его к ответственности за это», – сказал Байден и снова обратил внимание на то, как важен, в том числе для простых американцев, мир на Ближнем Востоке. Он призвал смотреть на происходящее, в том числе с практической точки зрения, и сделал упор на том, что США могут извлечь из этого пользу. Это вклад в будущее. В то же время американский лидер обратил особое внимание и на гуманитарную ситуацию в Газе. «Важно помнить о гражданском населении», – сказал Байден. «Населению Газа нужна вода, продукты, и гуманитарная помощь будет направлена туда немедленно. Но она будет направлена не в адрес Хамас». Еще одной важной темой выступления американского президента стали случаи антисемитизма и исламофобии, которые вызывают тревогу. Джо Байден вспомнил недавнее убийство маленького мальчика, американца палестинского происхождения в Чикаго, и сказал, что нужно решительно осудить все проявления ненависти. «В моменты страха, в моменты гнева мы должны оставаться тем, кто мы есть, страной, которая основана на идеалах свободы», – подчеркнул президент США. В заключение он вновь обратился к ситуации в Украине. Он вспомнил свой визит в Украину и встречу с президентом страны Владимиром Зеленским, и сказал, что не чувствовал себя одиноким, потому что с ним была идея Америки, которую он назвал маяком и примером для всего мира. «Да, сейчас у нас есть разногласия», – признал президент США. «Но мы не можем допустить, чтобы межпартийная грызня помешала нам выполнить обязанности великой страны». Еще раз напомню, Джо Байден направит запрос в Конгресс о выделении дополнительной помощи Украине и Израилю. На этом все. Я Ксения Туркова. Ждите новостей.